Вот и первые пингвины. Привет. Не боится. Пингвины пингвинами. Но вы обратили внимание, что и здесь в этом году так мало снега. Особенно хорошо виден контраст у соседней с российской уругвайской станцией Артигас. Если так и дальше пойдёт, то куда доступнее станут явно имеющиеся здесь нефть, газ, алмазы. Но где причины, а где следствия? Весь научный мир, антарктический, ведет такая мысль о комарах, силуэт комаров активно. Это из-за потепления? Началось на английских станциях, там где обнаружились комары, там где не должно быть. И здесь такая же история произошла, видимо, что занесли. К этому мы ещё вернёмся, а пока о том, через что мы добирались до Антарктиды. Итак, самый юг Южной Америки, берег Магелланова пролива. Дальше только огненная земля и мысгорн. А здесь чилийский город Пунта-Аренас, который назван столицей региона Магеллания и Антарктида. Вообще, в принципе, Антарктида, ну, поначалу, после её открытия, конечно же, была лаковым кусочком. Все хотели застолбить там себе какую-то территорию. И доходило даже до серьёзных обострений межгосударственных. Стреляли? Ну, стреляли, да. На кладбище в Пунта-Аренас нам показывают братскую могилу немецких моряков, которые на подходах к Антарктике пали в битве с британцами ещё в Первую мировую войну. Здесь же могила того, кто под шумок Второй мировой, расставлял в Антарктике чилийские погранзнаки. Права Чили на Антарктику. Вот и Беллинсгаузен должен был показать флаг. Впервые на карте боевых действий эти места появляются в конце 16 века. Английский пират Фрэнсис Дрейк, в честь которого назван пролив, вторгается сюда и разоряет испанские поселения. Английская королева даёт им за это титул адберала и сэра. Но вот, собственно, тогда на подходах к Антарктиде впервые появляются укрепления. Занятно. Когда в пункты арены садимся в самолёт в Антарктиду, никаких чилийских выездных штампов нам в паспорта не ставят. Для чилийцев открытая Беллинсгаузеном Антарктида всего лишь продолжение их территории на борту. Если уж обыгрывать геополитические шахматы, то вот только что пилоты сообщили нам, что мы пролетаем в Мысгорн. Правда, как ни смотри в иллюминатор, ничего не увидишь. Сейчас там сильная облачность. Но у нас с вами здесь есть карта. Ну вот он, Мысгорн, вот Чили, вот Аргентина, вот спорные острова Фалкленда-Мальвина, из-за которых была англо-аргентинская война, а ещё и Южная Георгия. Вот именно от этих территорий страны продлевают меридианы и нарезают Антарктиду на дольки. Да, действительно, целый ряд стран в прошлом веке, Великобритания, Норвегия, Чили, Австралия, Новая Зеландия, заявляли свои претензии на часть материка и прилегающие воды Южного океана. Треугольнички такие рисуют. Что называют такими секторами, да, треугольнички. Советский Союз и Соединённые Штаты в то время совместно выступили с заявлением о категорическом непризнании каких-либо претензий. Ну всё, пролив Дрейка преодолён, и наш самолёт идёт на посадку на антарктический остров Кинг-Джордж, про который, к несчастью, даже в России нечасто вспоминают, что Беллинсгаузен-то назвал его «Ватерлоо», но, к счастью, учёные могут здесь заниматься не политикой, а наукой. Вы из бывших ГДР? Да. Как вас зовут? Меня зовут Танцович Петер. И чем вы занимаетесь? Я онитолог, биолог. Мы занимаемся птицами, особенно пингвинами и тоже помониками. Хорошо себя ведут, пингвинов? Слушаются? Да, конечно. Из новостей у россиян. И в Антарктиде появился огромный шар системы ГЛОНАСС. Из других интересных поворотов. В ответ на строительство здесь русского храма свои православные часовни ещё ближе к полюсу открыли украинцы и болгары. А вот чилийцы и аргентинцы на континенте открытым Блинсгаузеном держат не только часовни, а и банки, и даже школы. А это зачем? Объясняем. На юге Чили культ всего, что связано с наследием местных индейцев. Точнее, культ памяти этих удивительных племён, пройдивших целое направление, как сказали бы сегодня, в дизайне. Потому что, когда дело дошло до колонизации этих земель, не стали мешать им вымереть. А колонизация была распространена уже и дальше. Так, с берега Магелланова пролива вид на Антарктиду. По чилийской версии, если не вся Антарктида, то антарктический полуостров – это продолжение чилийских ант. Аргентинцы претендуют на тот же полуостров, но и должны были чем-то ответить. И вот в 1978 году отсюда, с берегов Магелланова пролива, в Антарктиду, среди прочих, была отправлена семейная пара. Он аргентинский военный, она молодая женщина, дама, на седьмом месяце беременности. И скоро в Антарктиде появился на свет Эмилио Маркус, первый гражданин Аргентины, родившийся на Белом континенте. С тех пор, кстати, таких случаев все больше и больше. Но в Лондоне напоминают, что первым человеком, родившимся на Крайнем Юге, была вот эта девочка, появившаяся на свет на Британской Южной Георгии еще в 19 веке. К 80-м годам 20-го столетия будущих мам в Антарктику стали отправлять и чилийцы. К счастью, вот уже 60 лет, как все территориальные претензии на Антарктику, а теперь и геолого-разведка, заморожены по договору об Антарктике. А Москва и Вашингтон при подписании договора говорили, что могут претендовать вообще на весь материк. То, что это материк, было установлено Белинсгаузеном и Лазаревым впервые. Наши первыми доказали, что это именно материк, а не скопление льдов. Лавров не случайно сказал то, что сказал. Потому что есть, есть те, кто теперь пытается поставить открытие Белинсгаузена под сомнение. Мол, это ему американцы все подсказали. Пусть даже полярники считают это по-другому. Линзы протереть, линзы. Линзы, говорите? Что ж, готовясь к командировке в Антарктиду, мы заглянули в хранилище Центрального военно-морского музея России. Экспедиция ведь была Белинсгаузена и Лазарева. И вот, пожалуйста, в хранилищах Центрального военно-морского музея подзорная труба Лазарева. Правда, это из более позднего периода. А вот на соседнем стеллаже та подзорная труба, которая точно была с Белинсгаузеном во время плавания. И, по идее, вот как раз через нее он увидел Антарктиду. Другой вопрос, что потом в бортовом журнале Белинсгаузен напишет, что видел матерый лед. И вот, собственно, иных скептиков это заставляет сомневаться. Так увидел он лед или все-таки континент? Ну, достаточно посмотреть толковый словарин тогдашнего периода. Чтобы выяснить, тогда матерый означало материковой. Антарктика сегодня – это действительно зона мира и международного сотрудничества. Я здесь не первый раз, и мне каждый раз очень нравится вот эта атмосфера полярного братства. Вот даже ведь вот Пиночет приезжал сюда. С Советским Союзом не было никаких отношений, а к советским полярникам он приходил. Вы действительно здесь все равны? Да. Я еще запомню как-то Пиночет в 1984 году. Мы не говорили о политике, конечно. Но кроме того, все нормально. С той стороны у вас ругвайцы, здесь чилийцы. А кто еще по периметру здесь? Дальше за горкой там китайцы, напротив у нас корейцы, чуть дальше аргентинцы. Ну, там за ледником станция Арцовский польская, через там пролив бразильская станция Феррас. Вы сейчас называете часть государства, с которыми у России не всегда ровные отношения, а здесь все нормально? Здесь да, потому что здесь другая ситуация. К счастью, другая ситуация и в России, которая в 90-е годы свое присутствие в Антарктиде резко сократила. А ведь даже и при замороженных территориальных претензиях станции это и заявочные столбы. Сугубо российская история в Антарктиде, это, конечно, станция Восток, где с многокилометровой глубины достают керны льда, образовавшегося сотни тысяч лет назад. Смотрят, как планета нагревалась еще тогда, когда еще не было никакой промышленности. А ведь нагревалась. И это и наука, и большая экономика. Какие там потом могут быть урожаи? Не столько даже в Антарктиде. Хотя и там сейчас многое меняется. Лишайников стало намного больше, и мха. Это именно из-за потепления. Зеленая Антарктида, кто бы сказал. Вот ведь не было такого еще пять лет назад буквально. Здесь же снег лежал. Да, ну, когда снег лежит, то не видно, что снизу. Вот. Но лишайники, да, у нас активизировались. Но природу и не обманешь. Вокруг, на горах, ледники растут. Так что с потеплением все не так просто. Молодцы, Белинсгаузен и Лазарев, что нашли такой континент-лабораторию.